Успех компании более чем 55 процентов зависит от интуиции хозяина. И только потом уже описание регламентации бизнес-процессов, только потом понимание каналов. Я уже четвертый день в Уфе. Мой такой бизнес-вояж, бизнес-тур посвящен прежде всего программе работы со Сбербанком. Моя задача дать новые технологии для бизнеса, для бизнес-управления, для понимания, как развивать свой бизнес вот в такие сложные моменты, как такой перманентно наступающий кризис. И первый тренинг был посвящен так называемому револьверному лид-менеджменту. Это прежде всего, где найти клиента, как его найти, как его удержать, чем завлечь. Второй день это полностью был посвящен риэлторству. Ну а сегодня я им дал опять же новые технологии привлечения клиентов, но здесь уже более глубоко дал еще технологии удержания клиентов, потому что привлечь клиента всегда дороже, чем его удержать и сопровождать. Поэтому я давал технологии лояльности, технологии приверженности бренду, показал новые методы проверки эффективности рекламы, ну и самые последние методы активных продаж. Очень много чего интересного тоже узнал, потому что у нас давно уже вот по рекламе, по рекламе своих объектов, методы ищем, инструменты. У нас как бы каждый сотрудник, который работает, он заинтересован в этом, чтобы рекламировать все объекты, которые у него есть на продаже. Это не совсем тренинг, наверное, это живое общение с удивительным человеком, который не только обладает отличной харизмой и подачей, но еще умен. Ну, было очень интересно услышать связь или аналогию, проведенную с квантовой физикой. Ни от кого не слышал, например, такие обороты и такие приемы для того, чтобы в человека, наконец-то, не просто вдолбить эту информацию, чтобы человек сам пережил и понял, что действительно это так.